По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в Краснодаре прошли 27-е всекубанские Кирилло-Мефодьевские духовно-образовательные чтения, темой которой стало 350-летие со дня рождения Петра I «Всекулярный мир и религиозность». Накануне 27-х всекубанских чтений традиционно состоялись шестые парламентские встречи. Впервые в них участвовали архиереи всех епархий и митрополий, которые в своих выступлениях обозначили предложения по взаимодействию органов власти и церкви. Духовно-образовательные чтения начались с пленарного заседания, в котором приняли участие представители духовенства, органов исполнительной и законодательной власти, представители казачества, деятели культуры, науки, образования и представители средств массовой информации. Открыл пленарное заседание митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В своем слове митрополит Григорий обратил внимание на важность духовно-нравственного воспитания молодежи в условиях, навязываемых современным миром ценностей и норм. И должны нашей молодежи, будущему нашему и настоящему, показать примеры доброго пути и дать им возможность раскрыть свой потенциал на благо нашей Родины. К участникам обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Гондратьев. Вот наши дети, они утрачивают уже опыт жизни в религиозном мире, утрачивают, потому что вокруг нет их уже религиозного мира. Потому что мы с вами, мы взрослые, не смогли его сберечь для них. Вот в чем проблема наша с вами. Участники пленарного заседания в своих выступлениях гостулись актуальных проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. О применении современных технологий в деле духовно-нравственного воспитания выступил руководитель отдела религиозного образования Протерея Александр Игнатов. Участникам форума был представлен проект «Панорама-360» на примере храма Рождества Христова, а также интерактивные стенды, проект, реализованный на средства губернаторского гранта, с размещенными в них просветительскими и методическими материалами. Стенды работали во время чтений в фойе, и все желающие могли ознакомиться с ними и с помощью телефонов загрузить необходимую информацию. По окончании пленарного заседания началась работа в секциях. В этом году их восемь. Работа секции была рассчитана на два дня и завершилась в молодежной конференции в одном из ведущих вузов Кубани. Особенностью форумов стало участие секции тюремного служения и секции монашеского делания. В секции духовно-нравственного воспитания приняли участие более 400 работников образования. Это учителя основ православной культуры, заместители директоров по воспитательной работе, преподаватели часов духовности. В завершении работы секции были награждены победители регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», а также победители и призеры всекубанского конкурса «Жизнь как ценность», который в этом году был посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Завершился форум под введением итогов. Митрополит Григорий поблагодарил участников чтений за подготовку и проведение мероприятий. Всех вас еще раз призываю к ревностному и усердному труду. Не жалея своих сил, мы должны трудиться на Ниве Христовой. Если будем жалеть себя, то Господь у нас силы отнимет. Не будем себя жалеть, Господь наши силы умножит. Вот, как Он и сказал в Евангелии, если кто хочет душу свою сберечь, тот ее погубит. А если кто хочет погубить ее, то есть отдать на доброе и благое дело, тот сбережет ее. Будем помнить об этих словах Христовых.